Добрый вечер, дамы и господа, с вами Владимир Добров. Сегодня мы отправляемся в очередное дебютное путешествие по стопам партии Уэслисо Дуна. Матч, который состоялся на днях, который комментировали Александр Костенюк и Алексей Картелев. И вот под занавес этого матча была сыграна, хоть и в пулю, но весьма интересная партия, которая служила сегодняшней теме. Итак, королевский гамбит. Что же это за гамбит? С чем его едят? Попробуем разобраться за короткое время. Итак, королевский гамбит делится на две части. Приняты и, соответственно, отказаны. Приняты все, что связано с ходом Еф и отказаны все, что после любого другого хода, в том числе и Д5, что было в партии. Итак, после Д5 ЕД делают чаще всего забирать эту пешку. Черных здесь уже выбор. Еф как было в партии. И существует также так называемый контргамбит Фалькбейер. Контргамбит Фалькбейер известен еще по временам партии Полу Морфи. И вот одну из этих партий мы с вами сейчас быстренько разберем. Шультон Джон играл против гения, американского гения, 858 год. И вот идея этого контргамбита была в том, чтобы черный сбрасывает пешки и борется сразу за инициативу. Быстро развивает свои фигуры. Ну и вот в те времена, конечно, степень защиты была гораздо слабее, чем сегодня. И быстро Морфи здесь захватил сильную инициативу. Шультон пытался захвататься за материалы и, в общем-то, был наказан очень быстро. Вот ДЦ, пожалуй, самая последняя уже ошибка в партии. Ведь здесь он не разобрался уже с управлением и получил вот такой вот удар ладей Е2. И после чего возникла быстро матовая атака. Вот таким вот образом партия завершилась. Ну а мы вернемся к партии Веслисо и Дуды. И после хода ЕВ возникла следующая позиция. Ну а я покажу вам небольшую зарисовку из матча. Говорить о закономерности либо же нет. Исходов партии с контролем одна минута просто не приходится. Какие-то мы можем обещать вам. Королевский гамбит зато в студии. Отмечу, что в партии, как разыграл Веслисо, слон Е7, ход практически никто не делает. Очень редкий ход. Вероятнее всего, СО либо не дотянул слона, либо сделал ход и пытался вспомнить основные идеи. Но так или иначе получилось нечто похожее на контргамбит Немцовича. Он начинается чуть-чуть раньше, именно ходом С6. Буквально вот в этой позиции уже играют черные С6. И предлагаю таким образом белую забрать эту пешку. Впоследствии поставить слона на Д6 в один прием. Ну а затем конь идет через Е7 на Ж6, либо через поля Ф5 в район поля Е3. Очень надежная тоже позиция. И, в общем-то, интересная игра. У белых в центре больше пешек, у черных на фланг. В некоторых вариантах возможны движения G5, G4. Ну что же, а в партии? Что же в партии? В партии последовало следующее. После взятия белые скромненько пошли Д3. Ну и после хода слона на Д6 возникла спокойная такая позиция, где у черных все в порядке. Так, смотрим следующую зарисовку. Вперед. Другое дело, что именно в игре по минуте может оправдать себя такой выбор дебюта. Потому что свойственная ему хаотичность как раз сейчас в пользу Яна Кшиштова. Если у него остаются хотя бы теоретические шансы что-то изменить. Ну как раз Алексей говорил о хаотичности дебюта в том, что творческие шахматисты при коротких контролях, конечно, должны уметь... Прошу прощения, замутить воду. Ну и в общем-то какой-то момент так оно и было. И удавалось белым здесь некоторым родим что-то придумать. Особенно после хода Ферд С7 у белых был шикарный момент для удара на Ф4. Вместо этого Дуда не увидел такого мотива. И потом уже партия перешла в другую сферу. Вот был такой ход как сломбит Ф4. Я могу сказать, что конечно мы сейчас не будем слишком много внимания выделять именно дебютной части, которая случилась именно в этой партии. Но мы посмотрим немножко и поговорим о другом. Здесь мы видим, что две фигуры подбоймы. Одна из них обязательно образом теряется. Белый в этом случае владеет сильной инициативой. Ну а что же дальше? Что же дальше в этой партии произошло? Давайте мы все-таки посмотрим. Ну произошло следующее, что через несколько ходов, в общем-то, белые здесь стояли не ахтикак. Однако вот конь пришел на Д5 и успели нанести важный удар на Ф4. И таким вот образом пришли потом к взятию в ворот. Су остался без материала, но матч уже был вдрыск выигран. Поэтому по большому счету эта партия не имела какого-то турнира назначения. Итак, возвращаясь к нашим уважаемым комментаторам матча, я включаю следующий ролик. А мог бы быть разыгран дикий гамбит Муцио? Итак, был вопрос. А что же... Почему бы не разыграть дебют Муцио? Дебют Муцио Александр Костенек нам рассказал об этом интересном тибюде. Алексей его поддержал. И я начал копаться. Что же за дебют Муцио? Естественно, я слышал о нем, как и наверняка любой из нас, как и любой из шахматистов. И дебют Муцио, точнее гамбит Муцио, точнее гамбит Полерио Муцио, он начинает с следующими выходами. И4, и5. И, конечно же, все это связано со взятием на Ф4. После чего белый начинает следующую игру. Конь Ф3, Ж5. И белый играет слон С4, черный играет Ж4. И белый делает, как и вовремя, маркировку. Вот, отдают на Ф3. И здесь, конечно, колоссальное количество партий было. И вот разговор велся именно об этой прекрасной жертве. Те времена, когда все это происходило. Это первые, по-моему, времена упоминания в этом землете, это было где-то 16 век. И, безусловно, такая вот романтическая школа, она очень сильно возбуждала людей на такие вот подвиги. Однако, как показывает практика, и, в общем-то, сейчас этот вариант уже не так актуален. Хотя, запутать противника вы здесь всегда сможете. Во всяком случае, уж точно он будет озадачен. Поэтому черный все-таки применяет более аккуратные схемы, нежели вот такие вот острые. И можно лишь сказать, что будет небольшая загадка. Она будет в конце нашего выпуска. А тем временем мы поговорим о следующей зарисовке и послушаем, Александр. Ты знакома с его теорией, где черный съедает фигуру, и потом, как, кстати, оценится эта позиция? Я, честно говоря, не знаю. Ну, я смотрела тут во время пандемии, но надо же было чем-то заняться. Я еще на час кумру не работала. Я анализировала разные гамбиты. И в том числе королевские. Там все не так просто. Ну, как раз Александр говорит, что не так-то просто все. И удалось и с гамбитами поработать, что весьма непросто в наше время. Отдавать материал-то никто не хочет. А вот и в то же время защищаться тоже непросто. И вот как раз-таки об этом и был разговор. Итак, хотел вам показать как раз-таки одну из самых последних. Последних зарисовок, которая была у нас в эфире. И где Александр спрашивает Алексея по поводу, что же считается лучшим за черных. Какое продолжение, Алексей, вы считаете лучшим на королевский гамбит за черных? Еф и потом Д6. Еф, Конь, Ф3, Д6. Потом Ж5. Вот так вот, да? На удержание просто. Да, да. И потом где-то сломано Ж7. Там, по-моему, черный просто получает перевес. Так, Алексей нам посоветовал вариант Фишера. Фишера, защиту Фишера, так называемую. И немножко о ней я расскажу. Итак, у нас случилась такая партия однажды между Спасским и Фишером. Это приблизительно 60-й год, когда Спаский обыграл Фишера в гамбите Кедзерицкого. Гамбит Кедзерицкого. Вот таким вот образом, вот такой вот страшный совершенно, страшный дебют случился в партии двух великих чемпионов. И вот такая вот была дикая совершенно борьба. И посмотрите, что происходило в этой партии. Не буду слишком долго здесь ваше внимание поделять. Вот, однако, можно сказать, что здесь уже Фишер мог сделать спокойную рокировку и играть в позиционном стиле. У белых, наверное, здесь все-таки не хватает немножко материала. С5 очень агрессивно. Фишер пошел в такие, в общем-то, принял вызов и играл максимально, как говорится, в хвост. Но после таких вот разменов удалось Спаскому в какой-то момент перехитрить многоопытного Бобби. Концентрация фигур белых достигла самой высшей точки. Однако, видимо, с какими-то темпами не сложилось. После некоторых разменов позиция совершенно стала неясной. И Фишеру уже здесь, Фишеру было сложнее делать ходы, чем Спаскому. Однако, в общем-то, партия продолжалась до Зевка. А Зевок последовал именно здесь, в этой неясной совершенно позиции запутанной. Черный сделали ход ладей Ф8 и потерпели неудачу. Из-за ход ладей Е5 выяснилось, что Ферзю попросту некуда ходить. Нет хода ни одного, теряется как минимум фигура. Таким вот образом, Фишер был очень раздосадован. И после чего, приехав обратно домой, решил провернуть Королевский гамбит. И сел, в общем-то, и начал изучать все возможные варианты. В конце концов, выпустил эту знаменитую свою защиту. И она основывалась на том, что после хода КНФ3, Черный предварительно играет Д6. Ну и после Д4 играют Ж5. На слон С4 играют, скажем, А6 и маркировку. То есть они не идут как ТЖ4, а играют на сдержанную. Играют слон Ж7. И вот такой вот порядок у них, в принципе, здесь вполне пригодный. Ну, допустим, белые укрепляют центр. Ну и Черный в этом случае завершает развитие совершенно спокойными классическими ходами. КНЕ7, КНЕ6. В общем-то, и держат такую позицию. Ну, а в случае хода КНЦ3, Черный также спокойно совершенно выводит КНЦ6, угрожая при этом уже ходом слон Ж4, пробивая пешку Д4. На ходы КНД7 всегда можно ответить на КНД5, сыграть КНЕ7. И впоследствии Черный готов даже просто разменять эти фигуры, сохраняя таким образом лишнюю кость. О чем говорил Алексей Кротылев. Я лишь могу сказать, что в детстве, где-то будучи, наверное, будучи, наверное, кандидатом, у меня была такая партия совершенно один в один. То есть после Д4 я пошел Ж5. Мой соперник очень долго думал, сыграл Х4. После хода Ж4 еще очень долго думал, сыграл КНЕ2. Ну и после Ферса Х4, Ж3 сдался буквально через один ход. На этом, в общем-то, мое знакомство с этой защитой, как говорится, завершилось. И для него тоже, вероятнее всего. Ну и говорить, если о других знаменитых партиях, конечно, надо отметить обязательно в порядке партию, которая в последнее время игралась на самом высоком уровне. Это партия Алексея Широва, совершенно безумная партия против Евгения Алексеева. Здесь у нас был тоже мега, как говорится, сумасшедший вариант. Очень похоже, да? Мы видим, что очень похоже на защиту Фишера. И вариант Ж3. Вот такая вот была заваруха. И мы видим, что идет острейшая борьба, где Алексей Широв предложил тоже пожертвовую фигуру уже в дебюте. Алексеев ее не принял. Д5 последовал ход. Продолжилась такая сложнейшая борьба, в которой черные в конце концов съели, значит, качество. Вернулись домой. Ну, Алексей у нас известный маг-чародей за шахматной доской. И устроил здесь настоящее побоище. Провел все ходы, которые только можно провести во всех партиях. Одновременно все приемы с жертвами. Я не буду сейчас тоже долго заострять. Я лишь покажу, какое безумие на доске творилось. Белые угрожали. И ферзберт и все мелодия провисала на А8. Сейчас мы это все увидим. В конце концов, в такой бешеной совершенно позиции. Где непонятно, что грозит. Единственным ходом, ходом Ф5, черных поставили угрозу. Казалось бы, матом. Но этот ход как раз-таки оказался не самым лучшим. Потому что после входа ферзи С8 какая-то колоссальная совершенно красотия позиция возникла. Конечно, белые здесь полнокровно просто съели на Е5. И после Ж4 каким-то образом вышли сухими за водой. Все срослось. Ну а закончилось все достаточно прозаично, таким вот красивым матом. Не дожидаясь ответа король Ж6, что ферзи С7, король Ж5 и конь Е4. Вот такой был мат. Очень симпатичный. Так могло за все закончиться. Ну и здесь белые могут даже брать на Ж4. Так смелые. И нет защиты от многочисленных угроз. Вот такие вот партии бывают в краевском гамбите. Отмечу, что в свое время, когда как раз мы говорили, когда Александр спросил, знакомый ли, а что же будет в гамбите Моцио. Могу лишь сказать, что о таком шахматисте, как Моцио, не было найдено ни одной исторической информации. По сути дела, единственная информация, которая была найдена, что Моцио это вообще был просто любителем, третий разрядник, который пришел в свое время к своему, к великому теоретику того времени, всаливая и показал какой-то вариант. Тем самым, там были различные обсуждения. То есть, в конце концов, гамбит Моцио, конечно, был еще и Грековый Моцио, по-моему, или Валерио Моцио, естественно, как мы говорим. Но вариант, связанный с жертвой фигуры, естественно, это вариант Валерио. Поэтому гамбит Моцио здесь уже не так актуален. Будем теперь знать и до новых встреч. С вами был Владимир Добров. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал и пока-пока.